Добрый вечер, Ленинград, Санкт-Петербург, кому как нравится. В общем-то, в вашем городе я второй раз в жизни, вот сейчас только говорил. Последний раз был здесь 16 лет назад, на трехсотлетие. И, в общем-то, у меня такое чувство, что я приехал в какой-то другой совершенно город. Но, тем не менее, рада вас всех приветствовать. Напоминаю, что сегодня, в принципе, будет наше мероприятие разделено условно на две части. В первую буду выступать я и отвечать на ваши вопросы. Во второй я же предоставлю слово ребятам из проекта информационного факел, который расскажет о своей деятельности также в Санкт-Петербурге. И, возможно, вас эта деятельность также заинтересует. Что я хочу сказать. Главный вопрос, который меня терзает, наверное, последние месяцы, это то, будем ли мы с ребятами создавать партию. И сегодня я хотел бы уделить время именно этой теме. Историями, истории постсоветских левых и их перспективам. Поднимите, пожалуйста, руки тех, кто смотрел мой недавний ролик о истории постсоветских левых. Ну, скажем так, половина. Друзья мои, вот те, которые уже посмотрели, я надеюсь, вы будете против. Здесь я буквально в нескольких словах опишу вот эту траекторию развития постсоветских левых. В общем-то, нужно понимать, что постсоветское левое движение, оно прошло несколько этапов, достаточно серьезно отличающихся друг от друга. Первый этап – это так называемый красный реваншизм 90-х годов, когда одной из главных, ну, главными, скажем так, целями тогдашних левых была остановка приватизации, остановка тех подобных реформ, которые проводил Кельцин и его команда, и, соответственно, восстановление Советского Союза в более-менее прежнем виде. Тогда, в 92-м, 93-м, еще даже в 94-м годах, это казалось, ну, вполне, скажем, вероятно. И тогда их движение действительно имело массовую поддержку именно на фоне шоковой терапии, на фоне, скажем так, той же самой приватизации и прочих антисоциальных реформ, да и просто на фоне очень серьезного культурного слова, когда десятки миллионов наших сограждан в одночасье оказались, ну, в какой-то совершенно другой реальности, совершенно чуждой им, и реальности, в которую многие из них не хотели скупать. Тогда действовали действительно массовые гуманистические партии Дорогая РВН, которая существует по сей день, ВКПП Инны Андреевой, ну, и многие-многие другие подобные. И действительно эти партии тогда насчитывали десятки тысяч человек. Вот, в частности, я не знаю, смотрели ли вы на днях выпуск Константина Сёнина с Дмитрием Кожневым, что это товарищи, так вот, он как раз рассказывал, что он состоял в ВКП Инны Андреевой в 90-е годы, и у него был парад-билет номер восемьдесят тысяч какой-то. То есть, сегодняшним левым организациям такое, в принципе, даже не снилось. Вот. И, соответственно, вопрос, что же произошло с этими левыми 90-х годов, они прошли через ряд крупных поражений. Можно, кстати, наверное, немножко убавить пикарфон. Или за ним я там не слышно. Вот только сейчас стало хорошо. Ага. Ну, ладно, главное, чтобы вам было хорошо. Так вот, это движение 90-х годов, оно прошло через ряд очень серьезных поражений, ключевым из которых, конечно, являлось поражение октября 93-го года. Ну, те роковые события, о которых, собственно, я тоже снимал недавно роль. Также мы видим, что очень серьезная социальная мобильность и, скажем так, маргинализация десятков миллионов вот этих постсоветских пропитариев тоже очень серьезно разнула социальную базу левого движения. То есть мы видели, что заходы банкротились, люди оставались без зарплаты и иногда месяцами или даже годами пребывали в безработном положении, очень часто меняли места рода. И, в общем-то, старые коллективы, у которых была реальная связь, там, с РК РБ, с российской СРБГА, да, и другими партиями, все это размылось. И вместе с этим, в общем-то, стали сыпаться эти старые структуры, ну, плюс антикоммунистическая пропаганда и ряд других вещей, тут, конечно, тоже сеговоров. И в нулевые годы, то есть в начале самого 21 века, левые партии и движения оказались в России в еще более печальном положении, потому что они оказались окончательно маргинализированными. Количество активов было, прямо скажем, незначительным, относительно, конечно, 90-х годов. Связи с трудовыми коллективами были зачастую утеряны. И что оставалось этим левым делать? Обычно пучковаться в широкие левые организации. Ну, сами понимаете, вот есть трубка красных имперцев, есть трубка каких-то евролевых, есть трубка транскистов, есть трубка еще кого-то там, анархистов, и давайте мы все сложимся вместе, будем там широким левым фронтом, и, соответственно, все у нас получится. И это было... Ух! Это было, в общем-то, залогом выживания левых в той ситуации. Ну, это представляете, вот как вы на необитаемом острове оказались после крушения корабля, рядом с вами Юрия Тути. Ел, супер! Ну, когда у вас два варианта либо убить Юру, или как бы, отомстить за всех нас, либо как-то с ним кооперироваться, потому что, в принципе, вдвоем у вас есть какие-то шансы выжить. Так вот, собственно, левые в то время, они, в принципе, занимают две этих позиции. То есть некоторые начинают замыкаться в микросепты, которые говорят, что мы самые правильные, ультраверные, супермарксисты и, в общем-то, сидят по своим куарам и читают, 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 максы и дичайшие всех остальных гнадят за то, что они неправильные марксисты. Ну, в принципе, это осталось до сих пор. Ну, мы интернет, в принципе, все читаем. А во-вторых, вот так, второй вариант это объединиться. И вот именно на фоне этого начинают возникать такие организации, как левый фронт, ну, наверное, самая показательная, широкая левая, где, в принципе, скрестилось достаточно много людей. И вы должны, кстати, понимать, что я тут такой белой рубашечкой стою, всех типа критикую, но на самом деле я сам в левом фронте стоял. И у многих левых тогда действительно не оставалось иных идей, кроме как объединяться хоть в какие-то там движения. Но, в принципе, пик разбития широких левов, он пришелся на 11-12 годах. И связано это было, естественно, с какими событиями? Баллонные протесты. Сергей Станиславович удальцов тогда хлипанулы немножечко. И на фоне этого действительно в тот же самый левый фронт, но также и, конечно, боростые и от других структур стали приходить люди. Но поскольку сами структуры, вот эти широкие левые, они были рыхлыми, они зачастую не могли даже обработать этих людей. Потому что я помню время, когда к удальцу подходили вновь прибывшие люди и говорили там, Сергей, ну все круто, да, но давай мы будем, короче, не левый фронт, а людской фронт. Ну, то есть люди вообще не понимают даже, что такое левое и почему это так называется. Ну, просто они шли за неким лидером. И от региона к региону ситуация у широких левых могла очень сильно отличаться. То есть я помню тот же самый левый фронт, где в одном регионе могли быть там жесточайшие прям сталинистые перцы, в другом тараскисты, в третьем анархисты, и все это каким-то образом там вот ухудживалось под одним брендом. Но, естественно, это не могло долгое и плодотворно работать. И мы увидели конец этого процесса в 2013-14 годах, когда с одной стороны по движениям вот этим широким левым после болотных протестов прошелся маховик репрессий. Ну, я думаю, что те, кто ауды тут вообще на месте, да. Короче, те, кто в левом движении более-менее лет там 6-7, те понимают, да, что были. Было болотное дело, было дело кударцов разважаемое в рамках этого всего. Ну, вот, например, у меня проводились опуски в рамках этого дела там людей вывозили под мосты, завозили на них уголовные дела вообще там по каким-то другим вещам. Например, у нашего активиста в Нижнем Новгороде там было заведено на него дело якобы за поджог в церкви. и так далее и тому подобное. То есть и в результате эту проверку широкие левые не прошли. То есть фактически тот же самый левый фронт у дольцов оказался в заключении, причем, кстати говоря, наделав до этого очень много неправильных шагов и подвергаясь критике со стороны своих же товарищей, фактически сам расколол левый фронт. Далее вот этот махарик репрессий был запущен ну и довершил все это украинский кризис. То есть ну да, свежок предание, но верится с трудом. Вспомните, сколько реальных срачей на тему Украины. Украина это вообще страшное слово для российских левых, потому что после этого слова начиналось просто боталия жестокая. Ну так вот, и в результате этого всего в 13-14 годах российское внесистемное левое движение оно оказалось в полнейшем кризисом, скажем так, мягким. Ну, естественно, главный революционер, как известно, сидит где? В Кремле. В Кремле, да? Это же известная истина. И на самом деле на фоне полной разрухи российских несистемных левых, КПРФ мы как бы не трогаем, там все стабильно угасающе, но тем не менее крымская эйфория прошла, эйфория олимпиады прошла, и мы видим, что начались антисоциальные реформы, точнее продолжились, потому что они по большей части не прекращались в лес постсоветский период. Плюс к этому наступила экономическая стагнация, и власти сами фактически подготовили почву для того, чтобы начало расти новое левое движение, по крайней в народе начали формироваться новые левые тенденции. Симпатия к этому всему. И мы видим, что рост того же самого канала Пучкова, мы можем относиться к Дмитрию Юрьевичу как угодно, и сам я отношусь к нему во многом критически, но тем не менее, то, что левые спикеры, такие как Егор Яковлев и другие, начали внулядно заходить к народу, это во многом не признак гениальности спикеров, хотя, конечно, они хорошие, но признак социально-экономической и политической обстановки. То, что, допустим, канал Вестник Буря начал с 18-го года быстро расти, это не признак моей гениальности и, наверное, не признак гениальности команды, которая со мной работает. По сути, в 17-м году еще мы выпускали, ну, попробовали выпустить контент, по сути, он мало чем отличался от того, что мы стали делать через год. Но через год серьезно изменились общественно-политические настроения. И люди стали этим интересоваться. Я думаю, что большинство из вас, по крайней мере, заметило вот эти вот перемены может быть в вашем окружении, среди людей, с которыми вы каким-то образом общаетесь и так далее и так далее. По комментариям в интернете, черт возьми, по просмотру, по всему. И плюс ко всему, именно в 17-м и особенно в 18-м году начало развиваться независимое кружковое движение. То есть кружки, грубо говоря, они были на протяжении постсоветского периода всегда. То есть были люди, которые встречались и изучали идеи марксизма и так далее. Были кружки, кстати, при КПРФ в разной степени паршивости. Какие-то были ужасные совсем, какие-то вполне себе лодные. Все это зависело опять же от региона. Но именно в 18-м году кружки поперли реально грибы после дождя. И в каждом городе, особенно в крупных городах, возникают кружки, например, внижнем их уже там не сосчитать по пальцам одной руки. В Питере и вот сейчас ко мне ребята выходят из питерских кружков сказали, что Андрей не зовим к нам пожалуйста новых людей. У нас сколько, что мы просто не успеваем обрабатывать. Реально это не за моих инициатива. И почему она вошла? Во-первых, антисоциальные реформы, политический застой, экономическая стагнация, но также заметьте, кружки формируются в основном независимо от организации. То есть к старым левым организациям на самом деле не все не столь макия, но тем не менее к ним нет доверия. Люди не хотят вступать в КПРФ, там разные внесистемные левые организации. Они хотят чего-то нового, своего, кардинально отличающегося от прежнего левого движения, который был. Спасибо. пока все понятно. Тюмните хотя бы дальше. Да, готов. Отлично. Ну, собственно, это был краткий пересказ того, что было в ролике, но главный вопрос возникает следующий, аж дальше. Что мы имеем в наличии? Мы имеем левого блогеров. Ну, понятно, да? Суммарная аудитория это уже сотни тысяч людей. Сотни тысяч. А если нам считать не знаю, Боблиновскую аудиторию, наверное, миллионы и так далее. То есть на такую аудиторию мы никогда ранее не рассчитывали. Это люди, которые интересуются нашей повесткой и которые во многом поддерживают. Второе, что мы имеем, это собственно кружки. Кружки на самом деле мы видим совсем разные. То есть с одной стороны да, определенная часть кружков, которая прикрепляется к уже действующим организациям. Я знаю, что есть в РПС кружки, урон фронта местами есть в своей кружке. Но все же большая часть кружков они внепартийные. Но среди внепартийных тоже кружки бывают разные. То есть кто-то сидит и старается изучать факсизм от классиков до современности. Кто-то читает краткий курс ВКП, бренд, ну и соответственно на этом радуется, останавливается. Кто-то считает, что нужно читать новых марксистов. То есть программы совсем разные. Есть кружки, которые представляют собой действительно исключительные. То есть люди приходят, изучают материал и после этого собственно расходятся. Как стать крупным марксистом? Нужно прочитать 53 тома и вот ты знаешь. На самом деле нет. Поэтому самую важную роль приобретают те кружки, которые сегодня пытаются быть на стыке теории и практики. А такие есть. И вот например наш Нижегородский кружок и Держинский кружок мы стараемся быть и именно такими и работать именно в таком формате. То есть что я имею в виду? Важно не просто читать классику хотя это важно. Важно не просто анализировать современную политическую ситуацию хотя это тоже важно еще и отдачивать свои собственные практические стезы да. Это и информационная работа и поэтому кстати говоря открываются новые корпупункты новые информационные проекты кружковые в том числе и так далее. это организационная и профсоюзная работа или на поэтому мы с товарищами вот кстати в том числе и Ваке стараемся продвинуть тему именно профсоюзного организма. Никто не говорит о том что профсоюзы вот свет клином на них сошелся. Нет. Но в рамках профсоюзов есть те методики которые могут нам помочь в дальнейшем в организации социально-экономических и политических протестов. То есть профсоюзы мы расцениваем как некую такую школу. Школу практических политиков. То есть для нас важно соединение компонентов теоретического и практического. К сожалению это есть не во всех кружках но в некоторых уже имеется. И наконец у нас есть третий компонент помимо информационных ресурсов и собственных кружков это специалисты. Это те люди которые уже давно в левом движении которые имеют опыта организации забастовок политических протестов социальных компаний и так далее. Ну не знаю яркий пример тот же Дима Хоржник и собственно то что допустим сейчас Дима достаточно часто мелькает и в рамках левых блоков и так далее и тому подобное это говорит о том что на таких людей есть запрос. И вот что с этими тремя компонентами теперь делать вариант первый можно ничего не делать ну как посмотрите да по идее левые блогеры могут оставаться левыми блогерами кружки могут оставаться кружками ну и соответственно вот те отдельные профили в протестах могут просто оставаться против протестов ведь по сути дела те же самые левые блогеры я могу сказать честно себя мы стоим на самом деле на определенной распилке я могу стать просто развлекательным контентом каждую неделю выпускать ролики вы будете смотреть радоваться негодовать писать там хорошие плохие комментарии передавать друзьям и так далее но в общем целом это останется развлечением но не это нам замечали главные предки правильно мы хотим больше собственно я приходил в левый видеоблогинг уже будучи и политическим и профсоюзным активистом и цели наши другие цели наши борьба и организация народных масс собственно кружки могут остаться кружками люди пройдут через них почитают Макса и Энгельса и разойдутся по домам ведь такой вариант в принципе тоже возможен собственно профи могут местами организовывать какие-то забастовки создавать отдельные профсоюзы но в общем-то более их деятельности будет небольшой встает вопрос о организации новой политической силы у вас возникнет наверняка вопрос а почему не присоединится к какой-нибудь старой партии ну скажем вот поднимите пожалуйста руки кто не понимает почему не нужно к БРФ присоединяться но собственно у БРФ уже старый гурократический аппарат и вот в КБРФ давно сформировалась система селекции и отсеивания тех активистов которые не будут кстати говоря наши ребята в Тержинске молодые коммунисты они попробовали пробирать такую ну что ли аферу эндритрисскую да то есть они массово 20 человек вступили в КБРФ и фактически пересправили своего первого секретаря самула соответственно они заняли в горбоме места и так далее в результате я просто ну и в то же время они попробовали действовать как в чем возьми коммунисты и однажды я просто прихожу к ним на заседание и вижу что олдовые вот эти вот кантовые КБРФники просто на них орули типа что сейчас дадут их всех в ФСБ реально я захожу к горком КБРФ и вижу что молодых коммунистов которые реальные коммунисты которые организовали свой кружок при КБРФ пытаются проводить протестные вести их свои же вот эти вот старпперы они хотят сдать их в ФСБ и в принципе закончилось это тем что перекрыли весь кислород и они вынуждены были столь же массово из КБРФ выйти но пиком стали протесты против повышения пенсионного возраста когда допустим местная КБРФ ни комсомол ни профсоюз учитель кстати не пустила на трибуну сказав что вы выступаете за запастовки а это революция серьезно то есть глава стоит глава Держинского КБРФ и глава соответственно КБРФ обкома Мешкоровского и оба говорят что в запастовке а это законно что законно не это революция вот и соответственно вне системные левые организации они по многому тоже работают по старым шаблонам но допустим левый фронт это давно уже дружок друзей и поклонников Сергея Утенцова соответственно многие старые организации которые пришли через 90-х годов они к сожалению очень сложно адаптируются под новые условия то есть к ним приходит толпа молодых ребят они такие о классно завтра будете раздавать наши газеты которые ужасно выполнены на заводе ну и как бы все причем старые организации они тоже немножко подрастают на волне вот этой социально-экономической темы на волне социально-экономического маньяна но тем не менее они не могут выполнить новые исторические задачи именно поэтому сейчас встает вопрос именно о соединении труда для блогеров кружков и активистов которые были уже соответственно до этого и этот процесс уже идет будет ли мы создавать новую организацию будем мы ее уже создаем будет ли это сразу партия нет не будет потому что партия это серьезное заявление партия это структура партия это серьезно партия это структура у которой есть широкая социальная база у которой есть своя дисциплинированная структура это партия партия это в общем-то организация которая может серьезно заявить о себе поэтому мы сначала создаем инициативу движения сеть кстати говоря именно поэтому я не так давно публиковал вот эти вот опросы типа блин ребята как назвался вот видите наверное кто-то нет ну собственно да я просто были я был конечно в шоке от результатов которые мне скинули потому что сначала нам короче знаете типа как назвать новую левую организацию и нам тасовались короче в разном порядке просто нескольких слов коммунистическая работа марксистская трудовая что-то там интернационалист и партия собственно вот то есть и все это просто в разных вариациях преподносилось так вот друзья в рамках этой структуры левые блогеры должны саккумулировать максимальное количество своей обусловии кружки должны стать не просто кружками а ячейками то есть организациями у которых есть не только теоретическое направление работы но также и практическое и информационное то есть те люди которые пошли на местах через кружки должны объединяться в ячейки и им должны помогать те знанные активисты у которых есть опыт борьбы то есть как кружки научатся допустим практике ну вчера они маркса читали сегодня им нужно забастовки устраивать сегодня им нужно протест устраивать именно для этого есть такие люди как ну вот ребята там которые с моего сидят тем похожи как может быть я хоть временно остается все меньше и меньше тем не менее мы должны помогать людям на местах получать практические практические опыт и практические знания и естественно это все должно объединяться на базе единой идеологической платформы и я сейчас немножко сбыли но скажу что 7 ноября эту идеологическую платформу мы выложим соответственно вы с ней сможете ознакомиться ну и уже прикинуть что к чему это будет могание программ дело в том что программа это серьезнейший научный документ который вырастает из критического марксистского осмысления сегодняшней реальности и который очень серьезно обозначает будущие пути нашего развития и такую программу нельзя за месяц за два это достаточно серьезные дискуссии и возможно даже какой-то практический обрабатыватель но тем не менее за базовыми идеологическими принципами последует доработка программы а проект ее в принципе уже также имеется и так что мы имеем мы имеем что последние годы родилось новое верное движение оно не самое оно пока крайне молодое и во многом аморфное но на этом движении мы должны строить новые соответствующие времени организационные структуры мы можем этого не делать но за нас это сделает кто-то другой в том числе возможно администрация президента потому что она не требует и я уже знаю левых блогеров которых вызывали ампэ и предлагали не создать левую патриотическую партию ну я фамилию не буду называть это мои хорошие знакомые но я могу вас уверить что они отказались ампэ пока еще не не выиграла но не факт что кто-то не согласился вот поэтому необходимо включаться в работу и наводить эти новые мосты между ячейками нужно объединяться в одну структуру вокруг единой идеологической платформы и действительно вот эта новая левая организация если она все-таки будет создана и если она окажется жизнеспособной то чем она будет отличаться от всех предыдущих во-первых конечно своим медильным ресурсом ну потому что воздействие новым для коммунистов это важно я думаю вы со мной согласились это будет та структура которая создана не просто там два семьи собрались ну мы хотим левую партию движение сеть и мы ее создадим нет на это есть объективный запрос не забыл на уровне регионов на уровне активистов на уровне кружков и так далее и это будет партия конечно направленная на практическую деятельность это партия которые будут люди которые действительно участвовали в протестах в забастовках и так далее и которые будут обучать свою организацию этому делу проблему я вижу ну в ряде моментов но один из ключевых это единые внешне гранатные проекты ведь надо понимать что даже если завтра объединим объединимся под единым брендом под единой идеологической платформой и даже у нас будет какая-то налажена связь и так далее мы тем не менее должны будем запускать какие-то единые межрегиональные проекты которые нас также будут спаивать ну вот смотрите даже если взглянуть на наших конкурентов либералов Навальный он наплодил штабов во всей России достаточно просто и быстро ну во-первых потому что там были конечно денежные вливания но еще у них была единая идея вы помните что вся вот эта компания Навального с 17 года была направлена на выгружение его президента у нас естественно такого быть не может потому что буржуазные выборы не могут быть для нас самоцель но когда мы уясним собственные проекты собственные возможные модели объединения то есть единые единые ну единый проект скажем так может быть сейчас в голове у кого-то из вас радиация эти мысли то мы в принципе уже выйдем на финишную прямую по оформлению единой нормальной левой организации когда у нас будет не только общая теория не только общие медийные ресурсы но и единое практическое дело помимо борьбы за мировой неспех конечно тогда у нас будет единая нормальная левая организация ну что друзья вот загрузил лучше ну что нормально хочу еще раз сказать вот может быть среди тех кто стоит сейчас в задних рядах есть люди которые резервируют сидящие места есть проходите вот вот и вот там есть и да друзья на этом месте я думаю вы можете задавать мне вопросы у нас есть ну как минимум полчаса на это и я с вами не отвечу а у нас еще этот микрофончик есть для вопросов они меня будет слышно хорошее лечение локп чем она плата чем она нас не устраивает скажем так мы не являемся противниками этой партии но тем не менее это стабиль уже сформировавшаяся структура более того откол от КПРФ кстати лучший из ее отколов скажем да и тут скорее запрос снизу люди в регионах не хотят вступать в КПР в КПРФ в КПРФ так в КПРФ здесь какой вопрос есть ли вы Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вопрос в том, что за счет интернета мы должны сэккумулировать первоначальными костями, которые, собственно, и есть. И я, кстати, рад, что именно интернет стал первоначальной платформой, потому что здесь более молодая история, ну и этих уже могут сказать. Да. Вот товарищ рядом тянул данного руководства. На последних выпусков видео Василия Садонина с канала «Выход. Есть» был один такой комментарий, комментатор данного текста он говорил о том, что проверял такую претензию к коммунизму, то и к коммунистам в частности, то, что вы, коммунисты, не знаете даже того, какая будет мотивация у человека к трубу при коммунизме. Да, это опять же самое. Ну, что же, можете ли вам ответить на этот вопрос сейчас? Ну, смотрите, тут все достаточно просто. На стадии социализма, то есть переходной стадии от капитализма к коммунизму, естественным главным стимулом будет достойная зарплата за достойный труд. Потому что, ну, естественно, от каждого по способностям, от каждого по труду. Вот. Некоторые скажут, что это провоцирует социальное генеральство, а нет. Потому что средства производства у людей уже не находятся, или максимум уже что. Допустим, серьезного рассвоения в этом плане, конечно, не будет, и тем более не будет возможности эксплуатации человека. Ну, а, соответственно, при переходе уже к коммунистической формации полноценной, у нас будет рабочая сила все более и более сменяться технологиями, и, соответственно, такого труда интенсивного, который необходим сейчас и будет еще отчасти необходим при социализме, от человека уже не потребуется. То есть человеческий фактор производства, он будет снижаться, снижаться, снижаться. И, ну, вот, скажем, допустим, Олег Кополов не исключает такую вещь, что там будут созданы роботы, которые смогут производить роботы, да. Пока это выглядит несколько за грани наших, как сказать, технологических возможностей новых принципов для будущего. Почему нет? И вот когда произойдет это, человек сможет заниматься, в принципе, творческим развитием, творческой работой, не связанной с… И его не нужно будет стимулировать вообще ни к чему. И, кстати говоря, ну вот, я стараюсь делать маленькие шажки к будущему обществу, да. Да, допустим, по основной работе я в этом году взял прям по минимуму часов, то есть вот в школе я работаю там 22 часа в неделю, а остальное время я могу тратить на политическую, блогерскую деятельность, которая, по сути, является моей, по сути, моей формой. Так, первый день был. Так, у нас гендерный исполнитель, очень серьезный, там просто вы это… Вы следующий. Обещаю вам. Слово сколько на низ. Я не прошу. Смотрите. Даже если бы вы спросили у бывшевиков в начале 20-го века является ли вашей главной целью революция, они бы сказали, что нет. Потому что революция не может являться целью этого средства. Но, кстати говоря, я сейчас не буду говорить, что нашей целью является революция, потому что глава войска 2 и все дела. Если что, вы следите, я это не говорю. Но, тем не менее, целью является настроение коммунистического общества, но первоначальными целями, естественно, это набор актива в регионах, налаживания информационной работы в рамках локальных информационных проектов, практической работы профсоюзной и организации местных социальных, экономических, может быть, политических, может быть, экологических протестов. Благо у нас власть делает все для того, чтобы у нас были без повода для протестов. И, конечно, это серьезная теоретическая подготовка новых кадров. То есть кружки, которые, я вам сказал, должны конвертироваться в ячейки, они все-таки должны оставить рядом с собой кружковое отделение. Потому что будут приходить новые люди, которые еще в недостаточной степени являются теоретически подководами, и которые будут при этой ячейке обучаться и, соответственно, становиться ультраклевыми, марксистскими, коммунистскими и так далее. И плюс ко всему, вот то, о чем я сказал, нам нужны межрегиональные проекты. Вот если сейчас у вас в головах возникнет классные идеи этих проектов, либо с них не сейчас, но где-нибудь вечером, в начальном или завтра, или когда, то можете написать либо на почту «Вестник Капури», либо мне в личку лучше на почту, потому что лично у меня на 900-м женщине. Да, конечно. РКРБ. Есть такая парка? РКРБ. У меня в целом уважительное отношение, при том, что РКРБ и Рокфронт – это все-таки разные вещи, даже если судить по программам, то у РКРБ реально лучше программа. Она более марксистски выверена и менее социал-демократична. Ну, вернее, она вообще не социал-демократична, она вполне себе этому не сущена. Тем не менее, несмотря на действительно неплохую программу РКРБ, и несмотря на былые заслуги в том, что в 90-е годы и отчасти во время протестов по уницизации, в год и так далее, на мой взгляд, все-таки, к сожалению, РКРБ – это партия, в которой все было. Вот. Но уже нет. И на самом деле мы с вашими товарищами, наверное, еще говорили, и они мне, собственно... Ну, понимаете, нельзя свалить все на уровне отдельных членов. Тут, может быть, и молодые сторонники, и горячие, и даже добивающиеся успехов. Но мы говорим о партии в целом. КПРФ «Мондаренко» есть, успешный блогер и достаточно радикальный человек для КПРФ. Но это не отняет того, что КПРФ в целом как в него. Я не сравниваю сейчас у вас с КПРФ. Это, я понимаю, крайне, наверное, унизительным долгом. И вы лучше КПРФ. И сравнительно лучше. Но, к сожалению, это партия, которая находится на пике рыжем тренде. Ваши товарищи говорили, что изменится ситуация в рабочем движении, и изменится ситуация в РКРП, она как бы войдет на новый взлет. Но дело в том, что мы существуем уже в несколько иной экономической, политической и информационной реальности. И у РКРП сейчас, на мой взгляд, нету таких серьезных перспектив для взлета. У Рокфронта отчасти есть. Потому что, по крайней мере, появляются медийные спикеры и так далее. Но Рокфронт является более широкой левой организацией, нежели РКРПР. Коглицы. Да, это коглицы. Разрешите обратиться. О, человек в форме. Дмитрий Борис. Здрасте. Первое, огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Вы и ваши коллеги. Во-вторых, спасибо всем людям. Во-вторых, большое спасибо всем людям, которые сюда пришли. Это актицы. Это те люди, которые являются громкой. Я желаю вам здоровья, я желаю вам успешения. Потому что труд, в связи, в связи, в связи полосами. Потому что мы обладаем гораздо менее большими ресурсами. Они, по сравнению с тем, сколько лет, какие ресурсы были подачены на то, чтобы нашу страну превратить, да и вам, скажем так, всю планету, мне не придаток специалистического устройства, для того, чтобы выжировали единицы. Что действительно труд, кстати, полосали. И вы, если не готовы к этому, не беритесь. Потому что в этой борьбе нужно рассчитывать на каждого. Вы должны быть теми самыми людьми, с которыми должны делать бойцы. От себя. Первое. По возможности, те, кто задает вопросы, я вас очень прошу, либо громче, либо сокращайтесь из того, чтобы Андрей повторял этот вопрос. Потому что иногда, ну, вот я слушаю ответы, но не понимаю на этот вопрос. Второе. Я прибыл от лица комитета с готовым планом действия. Я надеюсь, что мы после этого... Клика комитета чего? ...государственной безопасности. Я, на самом деле, хочу... По тому, что это, конечно, некий элемент хайпа, но по факту это действительно так. Ну, мы пообщаемся, вы на самом канале, обязательно результаты этой встречи, с нашими словами разговоров, вы же, я буду вам очень пристать. Потому что я к этому готовился долго, и те тридеры, которые сработали, и которые меня сюда привели, они... ну, вовремя. Сейчас ситуация как раз таки так, когда металл нужно ковачить, но не тогда, когда он еще клятится в бесформенную нужную. Ситуация, в которой и на рост, и на грани, и... Дома, давайте мы с вами обоим. Буквально один вопрос. Как вы считаете, я наблюдаю достаточно большое, длительное время за тем, что происходит на Ютубе сейчас, да? И в том числе, естественно, за левом течении. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к истории Гарсии Фернолька? Я думаю, что, скорее всего, ну, в какой-то степени вы ее поддерживаете. Почему я упомянул ее? У нее очень как-то позиция, она говорит, нужно объединять. Нужно объединять левых и правых, интриста. Потому что, по большому счету, мы не сможем по денежке вытянуть это, потому что это дело общее. Это каждому нужно принести. Это основное оружие обозначения. Хорошо, я вас понял. Спасибо. Значит, я попробую эту Викторию. Я честно ее контент не смотрю вообще. Я знаю, что есть такой блогер, блогер-шан, блогер-ка, да. Он выше, значит, в культурной столице. Значит, поэтому в полной мере с ее позициями я не знаком. Но, тем не менее, к союзу левых, правых и так далее отношусь крайне скептически. Я считаю, что это ленинцы рака и щука, и мы видели это на фоне тех же самых болотных протестов. Все-таки левые должны создавать свое серьезное большое движение и создавать свои тренды. Так, человек с микрофоном. Добрый вечер. У меня такой вопрос. С одной стороны, вы неоднократно тренинг о том, что вопрос о транспитнике, если линии, ну, сранжи, как Сталин и Шокси, и Сюга-19, это поминетон у меня до неогов. И сейчас вопрос. С другой стороны, вот, недавно после вашего стрима о полу-марсистской лидературе вышел небольшой такой список, чего почитать для его на новом, растающего марсиста. Когда в общество есть статьи «Сталина и Прокси». Но всем при этом, там представлена критика фактически, критика Сталин и Сталин и Прокси, но при этом нет работы Сталина и Прокси. И две слова. Мой вопрос такой. Почему у вас нет принципиального позитива-бродски? Это является одним из главных туристических движений в современном Максиме. Спасибо. Итак, давайте... Во-первых, экономические проблемы социализма в СССР, какой-то мере, являются ответом на ту критику, которую Тронский представил вредной революции. Так что я считаю, что эти работы, они как бы в некоторой степени симметричны. Почему нет принципиальной позиции по отростскому и троцкизму? Потому что нет уже и Троцкого, и нет того троцкизма, который он себе представил. Современные троцкисты, большинство, они также отличаются, как некоторые сталинисты от троцкистов. Так что говорить о троцкизме, как, впрочем, и о сталинизме, как о чем-то едином и монолитном нельзя. И, соответственно, и критика не может быть, или критика, или указания на какие-то, может быть положительные, не может быть в рамках единых позиций, скажем так. Так, давайте вот ваш микрофон. Очень часто сталкиваюсь с тем, что коммунистов обвиняют в том, что у них нет будущего. Якобы наваливцы, прогрессение и революцию совершат они. Как мы более компетентно это оправдаем? Спасибо. Ну, смотрите, штабы Навального в 2018-м году и 2019-м закрываются, а любые кружки растут. Это, как Бог уже намного нам говорит. Когда Навального отключают от потоков финансирования, он начинает уже не столь активно развиваться, а местами даже организационно и закипаться. В то же время Лилы строят свои организации и фактически мы выходим на линию, ну, так сказать, на биг хайпа сейчас. То, что у Навального уже было. Сейчас информационно мы будут усиливаться. Навальный слабее. Это объективно. Что касается будущего, то достаточно посмотреть на программу Навального и программу социалистов. И давайте посмотрим, кто из нас хочет радикально изменить наше будущее. Ну, и в этом я думаю, будет ответ. Так. Человек давайте. Вопрос следующий. Ну, вот когда будет происходить все вот это, к чему никто не призывает, соответственно, у нас будут такие товарищи, которые в форме и от них, значит, вооружены хорошо. Вопрос такой, есть ли какая-то там союзная организация для полицейских или для армейцев, и как вообще ведется работа в идеологическом плане с вооруженными силами, есть ли какие-то, не знаю, области свободы есть? Ну, таких организаций нет. Скажем так, у полицейских есть свой желтый профсоюз, и, соответственно, в армии, я там вообще не знаю, можно ли чего там, в армии нету, в армии нету, да. Вот. Ну, да, сильно. И, соответственно, поймите, построение профсоюза или какой-то боевой организации в органах, в армии и так далее, это вообще не является нашей первоочередной задачей, да. Когда это встанет перед нами, ну вот необходимость, когда мы создадим свою структуру, когда у нас будут там серьезные информационные и там мобилизационные ресурсы по всей стране, когда мы уже будем там выходить на какие-то новые рубежи развития, тогда, ну да, может быть, станет вопрос и об агитации в армии, и все остальное прочее, и не подобно. Но пока перед нами эти задачи просто не стоят. Да, это все равно, что, я не знаю, там какой-нибудь трищ выходит на ринг, и ему сразу Майк Тайсон на там и ставит. Перед нами стоят другие задачи и другие пока еще перспективы. Так, давайте, может быть, на тот флаг мы будем, товарищ Майк Тайсон. Здравствуйте. Спасибо. Добрый вечер. Настой вопрос. Как сделать среди масс, среди святого человека, которого, скорее всего, здесь нет, коммунист или хотя бы социалист-водок? Объясню. Вот у нас есть юра тут, у которого, конечно, описано, счастье и убийство. Смерть смертно, но, видите, это на подкорку записывается. Как бы, а я понимаю, что упрощение, оно, возможно, входит в противоречие с принципами научности коммунизма. То есть, как бы, это... Как бы, объяснить среднему человеку, то есть, даваться не на ваш ролик. Там, Дмитрий Юрьевич Кучкова, там, на сериал «Профессора Попова». Ну, средний человек, после рейсов, не будет этим заниматься. Я уже не говорю про попытки, изучить, там, капитал, там, собрание сочинений. Ну, не будет. Вот как вы видите для себя задачу именно упростить для вас, без того, чрева большинства, но, которое именно что большинство. Потому что без большинства я боюсь, что кружки – это хорошо, но это всегда книжные. Нишние – это эти. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мне кажется, что мы уже двигаемся в этом направлении и движемся достаточно активно. Во-первых, путь к этому – это создание максимально удобоваримого контента. И мне кажется, что ролики, по крайней мере, «Вестника Буря» способны воспринять даже люди, ну, может быть, минимально политизированные, а может быть, даже и не политизированные. То есть, и Вася Садонин, кстати, и я, и там ряд других блогеров, мы стараемся, во-первых, затрагивать максимально дискутированные темы, во-вторых, делать это так, чтобы это было смотрибельно. Потому что старое поколение, там, видеоблогеров, типа «ЕДРУ», ну, как бы, в этом мире смотреть тяжело, и было, и до сих пор. То есть, рядовому гражданину Российской Федерации такое не зайдет. Мы же стараемся делать удобоваримый контент и, так сказать, нам скрывать самые главные вопросы современности. Более того, заметьте, левые спикеры в 2012-м стали, ну, как минимум, более презентабельными. Смотрите на Константина Семина, смотрите на Егора Иванова, ну, на Василия Сатонина, там, Жейна Родионова. То есть, соответственно, люди видят этих людей, они видят, что это не какие-то безумные, там, бабушки, которые, там, кричат про коммунизм, да, как показывают в некоторых агентационных антихоммунистических роликах, что это обычные нормальные люди, иногда даже вполне себе успешные. И вот нужно максимально отмывать сам бренд коммунизма от маргинальщины таким образом. Давайте, у вас был шанс. Так, давайте выражнём. Понимаете? Гендерный баланс. Добрый вечер. Как взращивать наши идеи молодых ума условия современной системы образования? Я знаю, как правило, сталинский файл. Можно их показать, причём в идее учатся дома, или есть ещё какие-то варианты? Ну, смотрите. Молодое поколение. Молодое поколение на ютубе. Вот мне кажется, что проще к ним зайти через ютуб, чем через школу. Ну, хотя, конечно, если максимальное количество евро пойдёт в школу работать, наверное, это тоже, как сказано. Тут, кстати, две мои выпускницы всегда. Так что, наверное, моя работа в школе тоже чему-то способствует в таком роде. Ну, по крайней мере, это помогает объяснить некоторые, ну, действительно антикоммунистические мифы, которые реально есть в учебниках, которые реально есть в программе. Вот. И представьте какую-то альтернативную точку зрения. Ну, всё-таки, на мой взгляд, основной пуля – это внешкольная амбитация. Внешкольная. Так. Ну, вот, товарищ уже давно стоит. Поддавите мой микрофон. Чёток. Благодарю за слово. Наслышан? Да, вам зрительно, да. Я участвую сейчас историю на заучке. И у нас, собственно, цель вовремя увидеть эту амбитационную игру о блокаде Ленинграды. Ага. Это модель модели, который будет продаваться не только в СНГ, но и продаваться, подчёркиваю. Не только в СНГ, но и в странах Западной Европе, в Америке, может быть, в Японии. Игра будет просвещать. Она будет насыщенным нарративом. Она будет рассказывать о подвиге ленинградцев, о том, что люди в этих нечеловеческих условиях находили в себе силы быть людьми. Мой вопрос к вам. Считаете ли вы подобный проект, коммерческий проект, полезным? Готовы ли вы его медийно поддержать? И если готовы, как с вами связаться об этом? Всё. Последний вопрос. А если считаете полезным и готовы поддержать, то как с вами связаться и побеседовать об этом? Значит, ответы на все вопросы, кроме последнего, да. Как связаться? Напишите через почву Вестника Поля. Она указана в нашем паблике и на вкладке о канале на Ютубе. Соответственно, действительно, я считаю, что, ну, вы сами слышали апплодисменты, и действительно, я думаю, что подобные проекты, они должны быть, и они должны получать отклик. И, на самом деле, у Вестника Поля тоже есть опыт создания игр. Онлайн-игр. Была такая игра Красный Поля Вестник. Наверное, не многие о ней слышали, но я думаю, что нужно будет её репрезентовать ещё раз. Ну, на мой взгляд, она достаточно классная, но, конечно, наверное, не столько как класс. Так что, да, я могу сказать, что я со своей стороны готов поддержать эту работу. Спасибо. Так. У нас даже блогеры есть. Привет. Вместе с вопросом, я два вопроса. Организация Сич будет снимать, прежде всего, идеальное предположение о консутствие какой-либо организации, о которой мы, главное, сейчас объявили в основном владёжь, где-то, в чем заниматься. Будут ли снимать организация сеть, какие-то материальные предположения, и тем самым, бывает, более как в основании, будут ли они общие предположения, связанные с, снимающими предположениями, связанные с идеей, то есть общую теорию. Первый вопрос. Как это будет относиться с координацией кушков-фирма? Спасибо. Да. Значит, действительно, я единственное, не совсем понял по поводу материальных противоречий, что вы имеете в виду. Прежде всего, это решение того, что является необходимым именно со стороны практики. Да, я бы очень хотел, и, действительно, мы на это нацелены, что в рамках этой организации действительно практическое обучение должно быть построено на новом уровне именно с тех позиций практически, которые мы имеем. Вот. То есть, это группа профсоюзных, там, политических спецов, которые будут, действительно, натаскивать, обучать региональные отделения на то, как работать, проводить семинары, тренинг или... По большей части, в старых левых организациях этого не было, или было, скажем так, по минимуму, или не должность не было. Ну, и плюс ко всему, я думаю, что... Я, кстати, о материальном подумал, о тебя, в первую очередь. Но я думаю, что это не самый главный вопрос движения, хоть и достаточно насущие. Так, и последний вопрос был по поводу Ленма. Я не могу сейчас говорить с Рафлю за всех, потому что, ну, все-таки, эта организация не большинская, и то, что я вам сейчас о ней рассказываю, это совсем не значит, что я даже буду в каких-то руководящих органах. В общем, посмотрим. Есть люди, с которыми мы, блин, маленько, неплохо общаемся, есть люди, которые вызывают вопросы определенные. Да. Ну, как вы бы живем увидели. Негатива резкого консистенов куринин. Козерным людям есть вопросы. Так, вот молодой человек. Подождите, подождите микрофон. На канале Сайпай давно уже вышел ролик, где ведущий канал пригласил Санату Шилкербаева, если вы такого знаете. Где была критика вашего ролика по поводу Китая. Ну, как вы относитесь к Санату и критике представленного ролика? Ну, этот товарищ вообще поступил очень странно. Во-первых, начав сливать какие-то перефиски в интернете, раздувая хайп уже вокруг этого. То есть, Санат, да, это вот так. Вот, соответственно, он поступает как-то немножко странно, да, пытаясь на всем этом деле кипануть. Но важно в другом. Дело в том, что, во-первых, у меня очень ограниченный ресурс времени, да, и если выходить на какие-то дебаты, ну, во-первых, на дебаты я сейчас вообще, в принципе, не имею такого серьезного времени подготовиться, а я понял, что к этому нужно все-таки подготовиться. И, во-вторых, я не считаю тему столь принципиальной, чтобы по ней буквально сегодня на завтра какое-то мероприятие задевать и устраивать дебаты, дискуссию и так далее. То есть, я не считаю это первоочередной какой-то вещью, ну, и времени, скажем, это мало. А можно еще про вопрос задать? Ну, задайте, давайте попозже, потому что тут еще люди есть. Так, микрофончик у нас где? Давайте, вот-вот-вот, товарищ в северном объекте. У меня другой вопрос. Имеет ли смысл заниматься левой агитацией в школе и с какого возраста вообще начинаете заниматься лаксином или читать? И, в принципе, ну, переходить к таким взгляду. Ну, ну, понимаете, у марксизма же нет такого типа, это, да, агноценский такой типа, вот тебе там 15, ты можешь стать марксизмом. Вот. Конечно, это происходит в разные временные промежутки. И люди, вот я смотрю, допустим, на молодежь, она же стала гораздо более политизированной, да? То есть, допустим, когда пятиклассники, шестиклассники начинают на полном серьезе и достаточно аргумитированно обсуждать вопросы политики, ну, то есть, я в одиннадцатом классе, ну, как-то не особо в это вникал и так далее. То есть, нет определенного возраста, в котором, там, вот, можно или нельзя заниматься, там, марксизмом. Ну, это же, там, это же не занятие, там, кое-кем, да? Вот. То есть, это же не употребление, там, алкогольный, там, или какие-то по крайней, ну, еще и что-то. Вот. Так что, ну, в общем, определенного возраста нет по поводу марксистской агитации школы. В школе, ну, вспоминается порядка, когда никем права нет, вместе с учеником. Учеником, ученикам, да, как бы, это уже никто не запрещает. Вот, допустим, ваш, как бы, горожанин, да, местный, земляк, Леня Шрайдеров, он вообще начал с того еще до учреждения своего профсоюза ученик, он открыл фактически кружок в себя право, в школе пришел легально. Вот. И, как бы, это равно был план. Так что, можно. Да. Кто еще? Давайте, вот, мужчина. Ага. Ага. А, у Игорь. А, у Игорь. Романтический. Да. Ага. Ну, это, на самом деле, проделана большая работа у нас в городе. Ну, может, вы слышали. Да. В сотни тысячи столов, информационная компания в интернете. Но отдых был, на самом деле, у горожан не такой большой. Ну, может, вы это тоже прокомментируете. У меня, по-моему, пик, вот, всего этого протеста был на Миссинге, на площади Ленина у нас. И там сложилась какая-то ситуация. Сначала был согласован. Потом перенапал. Там чего-то. Да, да, да. Перенапал. И, значит, в общем-то, стала такая дилемма. То есть не выйти, как бы, на... Что, по сути, это провокация, да? У властей была, так сказать. Да. То есть можно было подставиться с другим пассажем. Да, вот, и людей. Это бы появилось что-то. Ну, могло антирировать людей. Ну, после включения было. Ну, как Майдан, например, проедет начинался. Тоже витесный пилет людей. Потом уже на расстоянии. Но при этом, как бы, было принято решение прийти на соседнюю площадь. Это такое компромиссное. Вот как вы оцениваете? И еще один вопрос. Давайте. Или сразу? Ну, давайте сразу. Ну, сразу. Ну, и в такой ситуации должен быть какой-то механизм принятия решений, да? Чтобы люди сами решали. А как вот в новой этой сети? Как вы видите эту механизм? Ну, смотрите. Во-первых, мне кажется, что на тот момент и в той ситуации все-таки, наверное, сделали правильно. Потому что, когда ты идешь на сознательное обострение ситуации, значит у тебя есть силы и есть некие перспективы ее обострить и есть желание идти до конца. Я не уверен, что у вас все это было. И более того, нужна серьезная там структура, которую будете делать, координировать и связь с другими регионами и так далее и там подобный. Медийный ресурс. В общем, я не уверен, что все это было в совокупности. Но, тем не менее, когда вы действительно понимаете, что за плечами там люди и что дело необходимо, то, в принципе, у меня вот были уже неоднократные такие случаи, когда я вот сознательно выходил на несанкционированные акции и так далее. По поводу того, как будут приниматься решения. Решения все-таки, на мой взгляд, должны приниматься в первую очередь в организации. Потому что организация несет в известной мере ответственность за то, что происходит. Она этим руководит и она выстраивает перспективу. Спросить у каждого, приходящего на митинг, ну, вряд ли можно. Ну, понимаете, это вряд ли будет истинное нормальное голосование, потому что проголосовать может кто-то будет. И подобные вопросы таким образом не решаются. Внутри организации это нужно и важно решать. Соответственно, спрашивать, ну, толку видит ли она или нет, но тут нужно ее просто чувствовать. На мой взгляд, да. Так, вот мужчина уже давно больше. Здравствуйте. Хотел дать вам... Чуть-чуть вам помог поближе. С того, что здесь обсуждаются в офисе, это международная повестка. Вместо нашего движения, вот, в сегодняшнем городе службе, очень часто мы видим о людях на прошлое, в ходе недавности. Вопрос в северном городе. Часто говорится о том, что происходит в странах, в каждом из них, почти никогда не по-громче. Почти никогда не делается внимание тех процессов, которые происходили в 20-м веке, именно образование большинства стран, которые вообще начинают сочаровать, а вот так и... Ну, на мой взгляд, это логично, поскольку, прежде чем вписываться в международные отношения, интернационалы и так далее, нужно собраться хотя бы учредиться, навести порядок у себя, а уже потом искать союзников и так далее. Если же речь идет о анализе международной ситуации, то, наверное, просто наша власть подкидывает нам столько материала для обдумывания внутри страны, что, как бы, международная политика остается немножко на втором плане, хотя не всегда. Украина, Сирия, Донбасс все это у нас так или иначе анализировалось тогда, но это дело нужно расширять. Опять же, чем шире будет организация, чем больше ее информационные ресурсы будут, аналитические ресурсы, тем больше будет выходить материалов на всевозможные темы и, в том числе, на тему международной политики. А если микрофоны, поэтому хотите сотрудничество? На цели? Конечно, конечно. Поскольку капитализм глобальный проект, глобальная система, то и ответ ли должен быть глобальным, международным и да. Ну, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Друзья мои, буквально последний вопрос, дальше мы будем уже в частном порядке с вами беседовать. И я передам просто микрофон для ребятам из факела. Давайте вот молотом. Андрей, вот к нам. Можно прикрепить? Давайте потом поговорим, тут вот парашки. И все, завтра будут эти типа разоблачительные посты у Украины фаркнулся в 90-х годах. Как слышно? Да-да-да. Андрей, подберяющийся на селе теперь и в силой команде за поддержку МРОМа. Вопрос следует. В изучении в председушных кружках такой перебор, что не буду постучаться. Вообще красный. Вот, при тяло селеки для слушников. Это, наверное, к аудитории. Вопрос второй. Скорее, вопрос о чтении. Я понимаю, что платформа, которая планируется к созданию, она скорее стремится не обратиться к истории и директно стариналистов, а скорее найти общий быв современности и действовать в настоящем моменте. Правильно, конечно, правильно. Действие в настоящем – это постоянный будущий теория. Какое заключение? Конечно, нужно оценивать ошибки прошлого, но мы нацелены в будущее. Ведь, да, есть организации, которые способны поколоться по отношению на таком-то съезде партии, но мы не должны были. Ну что ж, друзья, мы еще с вами пообщаемся сегодня, просто делаем в аренде помещений в нашем ограниченном времени, поэтому спасибо за внимание.